ребятушки мои привет короче это невероятно сегодня случилась хорошая погода и я все таки я поскакала просто как совраска вот на эту галерею потому что я просто до сих пор не верю что что можно тут ходить здесь по верхам смотрите какое какая прелесть какая прелесть вообще смотрите наш купол все мы сейчас рассмотрим это не просто невероятно причем я вам покажу еще это вот видите дома наше торчит штыри покажу потом лифт тоже естественно весь наш супер интеллектовский это просто невероятно то что тоже чем-то плюс мне нужно будет еще дойти же до этого музея пиццоли закончить там не билетик то бесплатно выдали вот эти все наши штучки дрочки вот эти вот наши стекла смотрите посмотрите они тоже все состоят из квадрат посмотрите на эти стекла которые которые покрывают эту галерею которые наши абсолютно супер интеллектовский а никакие дни мусулине это невероятно не тип с этим то есть они все состоят из мелких таких квадратиков так я даже не знаю что хвататься тут столько всего столько всего как соединяются все здания крыши посмотрите тут вообще тройт тут получается стык стены посылитель поребрик на бортик нашите вот все черепица наша связь с вибрационными линиями там посмотрите идет по диагонали естественно по отношению крыши все заканчивается как обычно такой ширмой стеной сколько уже мы это раз снимали 150 миллионов раз еще хочу показать вам что обратите внимание все все практически крыши без без вообще из каких-то печных отоплений до без труб для печных отоплений которые называют угроз то вот посмотрите нашего скала вот это вот которую они называют каким-то образом церковью когда там просто такая вот стена вырост из крыши посмотрите ведь она вырастает из крыши посаде башни это башня стена то есть две башни еще такие там типа такие там видите как будто терраски такие да там не пробитые арки с двойным еще этим видите да вот это с двойным вогнутостью в арках типа там терраска такая все всего одно окно на всю эту стену да и к тому же она тоже приращивается вот к этой типа при выросту из крыши видите там где там где вот это вот все гладкая черепица да там еще есть видите вот этот такой треугольный вырост и оттуда идет вот это вот колокольня двойная этот сильная вот которую они называют грубо говоря на базе церкви ласкала сделалась ну ну вот просто отсюда очень все хорошо видно вот это вот тоже посмотрите это вообще вот это эксклюзивные съемки эксклюзивные посмотрите можно близи этот мангустик снять кстати как он из и стены вылезает домик такой все по диагонали тут еще окошко с этим и на шестом этаже сквозь сквозь и квантиметры сямо грации 40 метров мы на высоте встретить 6 этаж 40 метров вот наши эти наши грибочки эти видите типа тоже трубы роста такие маленькие зачатки ведь все чугунненькая на постаменте как видите это просто не вероятно такие с этими с овалами просто вот надо было я тут маленький видите зародыш такой там главное окно ты за 2 дырки на шее показал вам сейчас я помочь сушить у меня такое приключение было я выхожу значит то есть с соней погуляла это у нас увидите там где вот там вот этот гарибальди форме какого-то извините меня фалоса а это вот наш кастелушка видите короче я выскочила потому что солнце было я с соней гуляю если солнце хорошее до этого вообще было все затянуто вот и значит это я такая все солнце надо бежать в это в это как сказать вот это наверх на на галерею к тому же у меня же говорю что еще билетик бесплатно зайти снова в вот тоже мне нравится вот просто стена да вообще то есть бывает у нас все равно смотрят никуда нас куча окон тут кстати без ничего не одно ни одного окна зато видите балкон там вот это то есть по идее мне нужно здесь снять и идти еще в палаце пиццолида снимать понимаете вот я значит поехала пошла на метро вот и около ларета пошла ждать вот до до дому да и нет и нет поезда нет и нет нет поезда и тот поезд который должен был короче на наш путь прийти он приходит на другой путь и написано что он это фори сервицо вот я сначала подумал ладно ошибся потому что он должен был на на наши пути встать вот а он стал на эти на пути противоположные вот короче когда уже два поезда вот так я пропустила я поняла что что то тут не то то что я же боялась свет потерять вчера помните я говорила вам выше вышло было солнце пока шла до дому пригодал же приехала уже все затянуло туманом вот я поэтому волновалась я вообще вот там бы прошла вот представьте вот нафига бы по идее вот вот чтобы куполу еще ходить да вот видите терраска такая наверху еще вот и ведь спокойно можно и там ходить видите то есть лестница все туда ведет вот его значит я стою стою думать что-то не то надо как-то это быстрее менять направление потому что трава не этот метро не приходит и в общем я перебежала на ту сторону думала что тот поезд который я вот пропустила значит это два раза который как бы в обратную сторону шел он пойдет в дому да не это только то в общем слышу что там видите кирпич на еще такой слышу что он говорит вот наша такая одинокая труба роста торчит и вот этот вот наш чугунный там чуть маленький короче объявляет что-то по-по-по-по радио что в общем какие-то проблемы слышу девчонка говорит по телефону с подругой говорит что ты сейчас не приедешь оттуда выходи короче это я говорю слушай чё-то что случилось что случилось очень не поезда не будет на какой-то станции в общем это в общем кто-то сама ликвидироваться решил только я так поняла что неудачно ли что-то но извините меня смотрите когда я в итоге я приехала хочу показать от кожи тоже видите на которой нас ты тоже видите чугунная эти просто если я сейчас здесь уроню телефон то я его уже не смогу эти там тоже наш домик как все отсюда видно хорошо эти туннельчик такой это в общем я быстро среагировала и я поскакала на зеленую на свою линию до чтобы доехать до централе и там взять желтую линию слушайте еле-еле я в тисус то что не такая же я тоже умная да там просто толпа вдринулась вот на зеленую в общем я все-таки съела бы просто боялась очень сильно солнце потерять от я чувствую что солнце не очень сильно вот наши черепички как тут просто как будто бы лежат самом деле все у них тут нормально вот в общем когда я приехала все таки уже на дому на желтой линии уже вот они уже перекрыли полностью все заход в красное метро прикиньте и я пока искала еще выход плюс то вообще действительно мне вчера правильно в этом палатце пиццоли сказали что завтра будет куча народа я просто показываю вам там треугольничек здание мне нужно было обязательно сходить туалет потому что я думала что наверху сто процентов нету и я просто ну все меня припирает вот это трубы тоже наши я считаю супер интеллект вот и значит это она мне говорит вам вам придется найти самой туалет я просто пошла думал сейчас первый же бар сейчас во всех барчиках и ресторанчиках очереди людей чтобы зайти я вспомнила как меня там не пустили помните где на озеро то на бельбанелло вот я пошла искать бар подальше то есть мне еще пришлось минут десять искать туалет потом я значит пришлось взять вернуться и вот сейчас только что я дошла в общем приключения бы так я дошла но знаете все таки здесь 12 евро и это окно это очень для нас познавательно здесь все для моей теории поэтому я скорее всего тут вернусь видите как хорошо можно их изучить вблизи эти грибочки смотрите как они вырастают из вот этой вот подставки кстати из ниоткуда появляется эти на базу смотрите на нее видите как как она вырастает и это тоже база это чугунная посмотрите она тоже видите такая слоями вот невероятно тут эти грибочки вот сейчас может тут они длинные видите уже выросли тут вы видите не просто чередой и даже есть еще даже есть и спичная труба и труба роста до обстоятелька там делает такой загиб который второй все заметьте всегда идут вот один за другим то есть опять же говорит о том что это никакая не никакая не труба для отопления но это то есть даже если может быть это и труба для отопления но то и ею сделано уже человек бы кажется как бы у каждой комнаты выводил на наверх а тут и вот видите как видно что этот чугун посмотрите да просто боюсь уронить вообще телефон сейчас купол снимем я просто вообще обожаю это все что я здесь хожу посмотрите можно спокойненько снять даже не так далеко видите это же все с вибрациями да вот нафига бы вот это вырезать было бы да вот такие вот овалы тут огромная такая да труба к ней тоже можно подходить идти вот видите солнце уже уже не очень вот этот туннельчик на торчит вот нафига бы они нужны вот нафига для дыхания трубы там до какой-то обсудить сколько их здесь посмотрите что здесь за сложности то есть мы на самом верху вот я обожаю эти стыки вот эти несуразности только вверху видите тут вообще посадить тоже такой небольшой там вырос такой вон как все как будто кондиционер такой да что такое-то где около окна там вот как эти два типа две крыши соединяются в этом приросте в этом это игры что самом верху или наоборот внизу самые зашквары можно увидеть вот это вот маленькие окошко вообще да кстати всем до самом верху то есть 40 метров но это может быть не 40 это может быть на 5 метров ниже вот там сети целая целый отряд этих туннельчиков я пока дойду до до дому уже солнце зайдет не одну купол прикиньте это просто все вас это как будто вертолетная площадка кстати можно забраться вообще на купол да на сам но это везде господи вот там все вот рисунок чугунный да кстати до самого верха да если можно там отстоять наверху и страдать страдать страхом высоты тут посмотрите со шляпками да даст такие бывают наши дети но это могут и наши же поставить кстати вот это точно кегля вот это кегля и и супер интеллектовская сто процентов тут тоже ну может быть они все кегля и супер интеллектовский но а тут посмотрите туннельчик такой да типа вот да еще и звездочка сверху покиньте да туда милюшка бы влезла бы как раз вот так вот она или кошечка моя лила вот посмотрите что здесь творится какие арища кожа вся ее это супер интеллектовская посмотрите невероятно жалко что они с четверга только работают при этом никак нельзя завтра прийти например все наши рисунки там ведь этот за стеклом вот это вот чугунная посмотреть этот деталь тут и типа может с этим тут ничего особо не видно вот я хочу арку шикарнейшую огромнейшая арка да все детали наши чугунные вот это видно что чем-то не жат не ржавчина никакая у чугуна это его настоящий цвет сейчас покажу вам сбоку крепление это посмотрите это невероятно да все там посадите внутри тоже все с вогнутостями то есть нафига бы вот это вот вот это дело чтобы еще на как вот вибрационность была там внутри у каждого три там эти прямоугольника там еще нашу чугунную зелье торчить уже подвешивать сейчас там да вот видите посмотрите как они идут посадить просто изгибается вот так вот нормально волнами тут тоже вот так давайте пойдем там где солнце что тут дофига переходов тут все это будет станет моим одним из моих любимых мест когда я буду проходить пока можно за сам фидели вы пожалуйста тоже не пробитые наши окна арки а тут видите только просто просто да видите чуть-чуть пробитой сделали видите не сделали у нее видите есть лестница сразу у нее задумано видите что можно туда заходить там тоже да не нравится сама балкончики такие в 1569 году это вот это вот вот она перед нами там крыша что-то пытаются ремонтировать но я говорю что это конечно это очень это очень чревато вот посмотрите ее корка тут посмотрите кстати просто супер интеллектовская корка видите видите посмотрите черепицы какие да тоже все с вибрационными линиями блин тут посмотрите мне нравится кстати ой блин я боюсь ранить телефон стена по диагонали да у этого вот что я тут у этого строения да ой ужас как-то да блин там еще и машина стоит блин внизу то есть вот это вот диагональная стена посмотрите окно как заходит даже на парапет видите дырка это делает даже дырку в парапете да в сером тут вообще окно кстати где вот еще бы сделали бы окно и так это стена это вот блин она диагональная да кстати да вообще и там два вот этих окна еще окно дырка блин все 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 сделано все красиво обработано блин так они уже возвращаются я что пойду посмотрите тут поребрика опять наш туннельчик уже такой побольше тут посмотрите окна в 2d абсолютно нафига бы здесь на самом верху бы это делать да поребрик тут посмотрите вот от крыш начинается поребрик да и потом вот этого здания тут все тоже как на вообще бы нафига бы да нафига здесь никто вообще не видеть то есть здесь грубо говоря все только для рабочих должно быть но у нее в ее мире все у него может быть даже не вверху там быть более супер чем внизу блин поэтому потому что это не для нас не нами не для нас поэтому и и так вот все видите как какое какие у нее трекла это вообще просто посмотрите посмотрите мелкие квадратики посмотрите то есть стекло состоит из идеальных мелких квадратиков вот эти чугунные штуки которые их соединяют посмотрите какие они тоже видите все концы неровные у них посмотрите потому что это все тут балка просто торчит да огромнейшая из стены чугунная идет вот наша посмотрите какой это вот у меня вообще убивает еще такая лестница на боку лежит это просто невероятно господи как хорошо что здесь можно снимать я хоть я чего здесь стою потому что потом идти в этот палаццо пиццоли там где вообще за тобой следят я не знаю как будто ты там ты там сделаешь какую-то унесешь страшную тайну блин вот посмотрите как лежит это это вот чугунная это видите чугунная это вот крыша то есть база для этих для пупок этих вот посмотрите она тоже как лестница видите вот посмотрите как это видно что все это видите вылезает и ничего никто никакой не строитель не поставил посмотрите как все соединяется гармонично с кожей вот с этой скоркой тут какие то они посадите вот это вот вообще такой вот эти какой кусок да тут тоже вот эти какой я имею ввиду черепица посадите вот тут тоже вот кстати какой там под ними писать и такой кирпичный материал жижа видите видите посадите как это вот черное заходит в граниту да посадите угу угу вот зачем бы это вот так вот вот зачем вот если бы человек это делал зачем бы он вот так вот туда вот это вот запихивал тем более это чугунная посмотрите это трогала сейчас просто кстати еще делает вот такой вот завиточек просто в камень туда там у нас чугунные изделия ну ладно это пока это все это ерунда уже чугунные изделия я просто хочу вам показать вон там будут корки кстати да еще сверху у него такие вот кстати сверху еще такой вот крышка такая да кстати сложнейшая тоже все с вибрациями да чувствую что мы сюда еще придем вот мы идем по этому зданию которое видите видать было я не знаю что тут лежат эти штуки так там видите пустоты блин это ужас какая-то кошмар ну слава богу лестница есть ой блин посмотрите что здесь невероятно такие разные тут у нас посмотрите кирпичный материал и арка такая тут горизонтальная да посмотрите то есть это вообще в таком стиле средневековья когда у нас не забывайте это дают вот этой галереи вот этой галереи дают блин начало 20 века или конец как минимум конец 19 слушайте это дерево вообще дерево посмотрите какое там у него вибрационные тоже все линии да у нее что то еще блестит вот так это тоже дерево это дерево не вероятно невероятно то есть это такая арка купол вот с этой вот с грубо говоря с горизонтально лежащей аркой в таком стиле средневековья но это вот максимум конец 19 века Я потом подсмотрю точно, сколько дают официалы этой галереи. Тут тоже все корко идет. Тут уже немножко другие цветки сложные. Тут такие просто, видите, полукруглые. Тут посмотрите, на нем даже не образовывается. Посмотрите, какой... То есть внизу белый камень. Это вот, видите, корка такая, вот пленка, кирпичнообразная. Но, видите, она вообще недообразовалась или наоборот уже ушла. И вот идет эта корка. Посмотрите, какой у нее края какие у нее, да? Трубы роза тут наши, шикарнейшие наши эти пупки эти. Кстати, какой чугун, кстати. Невероятно, невероятно. Тут, смотрите, тоже прирост такой вон. Смотрите, да? Вот нафига бы. Вот нафига бы. Закрыт. Просто даже никакого выхода нету. Просто вот гранитный, как грибочек, камень лежит. Это, видите, прирост такой. Тут труба прирост. Кстати. Можно сидеть. Господи, еще сбоку посмотреть на, которая такая не выросла. А тут уже такая огромная выросла. Тут как коммуникация, да? Потому что есть точки, пупки, две в середине. Но, кстати, вот, смотрите, я покажу вам кое-что. Как идут вот эти приросты. Видите, пупки такие. Причем штыри торчат. Чугунные. Видите, как просто вот это вот. Я обожаю, когда мне говорят, ты дура. Вот когда вот эти приросты, крыши непонятные. И вот там, видите, от него тоже. Вот это для людей нормально. Когда я вот это показывала, еще начала, когда показывать. Вот когда два года назад начала показывать. Это меня обсирали вообще, не знаю как. Ладно, тут уже наши эти. Повторяться не буду. А то еще с таким тут ромбом, да, видите, был. С рисунком боковым. Тут, видите, опять вот, посмотрите. Вот опять вырос на крыше, да, видите? Домик, да? Тут вообще как две колонны какие-то идут вниз. Типа лифт или что-то. Или строение. А посмотрите, ой-ой-ой-ой-ой. До самого низа, да, видите? Две колонны такие. И на нем еще дырка для воздуха, блин. Такие две сложные. Это две трубы сложной системы, видите? Посмотрите, тут еще, видите, вот. Трубы там, видите? Три такие дракона. Три головы дракона. Там вообще просто суперсемейка такая, да? Сейчас мы к ним подойдем тут к нашему дому. Пойдем, сейчас подойдем туда поближе. Дофига вообще окон. Вот как бы все это строено до 40 метров, блин, да? Ну, это ерунда все. Это сейчас не могут. Ну, или не хотят. Могут, но не хотят. Тут эти чугуны. Где-то тут тоже какую-то пупку делают. Пупки идут по бордюрчику. Там вообще, посмотрите, забраться. Вообще ужас. Лестницы причем везде. Со всех сторон к этому куполу. Прямо вот, прямо зовут. Идите, идите к нам в гости. Да, тут по крышам можно спокойно вообще бегать, ходить. Если не боишься высоты. Такое, сделаю пробежечку тут утром. С утреца тренировку. А тут, посмотрите, даже есть небольшая дырочка. Дырочка. Вот что-то лопнуло у нее уже. В ее что-то, в ее матрице что-то там. Ну, матрица, это не то слово. Ну, в ее, как бы, в правилах, законах ее что-то тоже нарушилось. Раз это, вот тоже, видите, тут такая типа сетка, да? Чтоб не упали, видите? Это все у нее предусмотрено. Хочу показать вам, как чугун отслаивается. Там один херобор, блин, который заблокировал какой-то Сергей. Нагло сказал, что мне, вы тут блогеры, болтать только все умеете, еще деньги просите. Показала бы что-нибудь. Это просто мне, да, написать мне, когда я показала. Просто я не знаю, кто еще больше показал, чем я, блин. Вот. То есть... Вот, блин, обосрется, если у меня люди мне заплатят там. Это вообще просто, вот. Чего бы лучше, чем болтать, лучше бы показывала что-нибудь. Вообще, я просто, когда я это увидела, я сразу заблокировала то, что... Ну, я говорю, что отвечать мне этим людям нельзя. Потому что я могу их просто, ну что там, обложить, да? И они начнут там на меня это написывать. Вот. Лучше вообще не встревать, просто заблокировать. То, что если заблокируешь человека, вот тут штырь вырос. Блокировал человека, то его все жалобы... А тут, видите, каменные такие лестницы, да, не чугунные. Его все жалобы пойдут в никуда. Потому что YouTube даже отвечать не будет. Потому что он не среди моих этих людей, с которыми как бы я общаюсь, да? Вот. Поэтому они даже не будут на ему отвечать ничего. А если я ему отвечу, буду с ним ругаться, вот посмотрите, мне нравится маленький, то, да, то он может что-нибудь это. Поэтому мне приходится просто молча поджавши хвост. Ну, мне это тоже учеба такая, чтобы не реагировать уже на... Вот. Ну, просто если он серьезно считает, что я ничего не показываю, а только... Блин, я даже... Меня люди просят, блин, болталку сделать. Меня люди просят стримы сделать. Там, где я только буду болтать, никуда не ходить. И я не делаю. Только что потому, что я хочу именно ходить и показывать. И когда меня обвиняют в том, что я не показываю, это вообще прикольно, конечно. Просто. Вот видите, тут тоже, видите? Здесь уже не чугунная из камня, видите, выходит. Но это мы уже тоже 150 раз снимали. Ну, знаете, снимать это на высоте 40 метров в центре Милано. В центре Милано. На здании, которому дают не средневековье какое-то, а... Вот тут, посмотрите, целая семья, да? А начало практически 20 века, то это... Посмотрите, тут какой сложности. Просто сложнейшие... Просто выходят камни из камней. То есть черные камни выходят или входят, наоборот, белые, видите, трубу, тело, в тело трубы. И вот это такая семья тут. Целая огромная семья из труб, да? Вот просто. Ни одной бывает вообще на всем огромном здании. А тут, посмотрите, на одном куске вот такой огромный, можно сказать, костелушка из личных труб. Здорово, что можно сидеть вообще на диванчиках. Видите, как вот он тут такой вот... Мугристого. Я про камень. Мугристого такого. Ой, видите, не хватает слова, потому что по-итальянски я бы сказала, су-станца. Но, блин, мне надо подбирать по-русски слово, блин. Пока подбираю, потом вы мне скажете, что у меня поток слов. И что я бекаю, мы мекаю, блин. Не могла подобрать слово по-русски. Тут вот это вот тело у него, у этой крыши каменной. Вот такое бугристое такое. Вот посмотрите, здесь дырки наши, посмотрите, вот, которые я говорю, суперинтерлектовские. Пять их, посмотрите, даже там подды совсем маленькие, да, видите, спряталась. Нафига бы они были бы нужны, если еще, да, вот тут уже есть. А у нее, да, так как я хочу тоже про это тоже, блин, у меня много тем, про которые... Я сначала должна, конечно, тут вообще не пробитая кнопка, причем все с вибрациями. На высоте 40 метров зачем-то, да, было бы делать, мучиться. В смысле, пусть оно хрен с ним не пробитое, но оно еще и с вибрационными линиями вглубь. Рама такая сложнейшая, еще и подоконник у нее, видите. Я говорю, что очень много тем, которые я хочу затронуть, вот одна и то же из тем, про отопление, которое уже сразу у нее. И вообще система вот этих труб, я уже начинаю понимать, почему все эти вот дырки, я как бы начинаю видеть их даже, как они там, либо если они есть, как трубы внутри дома, либо это, как это, когда я уже показывала вам в Ампадове, что есть глаз наш, типа гидрант, но там ничего нету больше. То есть, просто вот сверху вот это вот, как финта, как будто бы, как будто бы есть гидрант дальше, да. То есть, вы видите, вы думаете, там внутри труба есть, но там нету, потому что там же была коммуникация большая, и она прозрачная, да, она как решетка была. И мы видели, что этот глаз, он просто глаз, и все, ничего больше нету. Сейчас я вам этот вот этот шквар сниму. Вот мы на самых верхах, это просто невероятно. Это была моя мечта. И вот, посмотрите, весь ряд их окон, да, видите, и все украшенные. Посмотрите. И тут тоже, да. Еще дырки окна, блин. Сложнейшие. Тут вообще просто дофига. Вот это уже, вот это вот, вот это вот наши вывели уже. Тут, видать, были дыры, но не поставили современные. То, что видно, что это наши человеческие. Лифты, лифты, вот эти лифты или лифты. Это, видите, лифт, это все ее уже. И посмотрите, даже вот решеточка там, видите, балкончик такой. Все решеточка в нашем стиле, блин. Что-то у них там горит, блин. Из этой трубы, видите, идет он. И вот посмотрите, вот этот огромный. Вот этот огромное, грубо говоря, окно для картины, да, на 40 метров, да, видите. Ну, пусть 35. Все, все, видите, все. С вибрационными, видите, вглубь. Посмотрите, здесь видно сбоку. Вот такое огромное бы зачем. Оно смотрит никуда, никуда. А, и вот он меня там обвинил, что я какую-то херню какую-то показываю, окна, которые должны быть. Но тут, посмотрите, вот этот. Отросток такой полутрубы. Ну, и как обычно, вот эта аппликация, видите, доходит, как это часто бывает, и у церквях, и вот у дворцов. То есть только вот, только будет там, где нужно вот, чтоб видели, скажем так. Тут облицовка, грубо говоря, аппликация, которую называем. Тут еще, посмотрите, просто дырка, окно под лестницей, нормально? Там тоже дырка, ведь? Сейчас увидим. Тут, видите, опять же, половина труба, да? И от нее, видите, ее труба, вот это все ее, это все ее. Смотрите, как она проходит через, через парапет, да? Ее это суперинтеллектовская. Видите, вот это окно. Еще там наша решеточка. И там решетка, что, не дай бог, вот залезут, да? Все, все, везде лестницы. Длин, я хотела вам показать вот этот вот, мне солнце в глаза светит, как соединяется вот эта ширма с основным, с основным зданием. Вот эта вот, не ширма, это аппликация, как грубо говоря. И труба там оттуда выходит, еще кожа, кусок кожи. Вот это то, что, вот это чугунная, я называю кожей, которая прикрывает, это зеленая тоже, которую вы будете называть, вы будете называть бронзой, медью. Все, у меня все чугун. Можете говорить что угодно. Посмотрите, как здорово. Ну, видите, уже солнце, уже солнце все. Мы видим пьяца дома. Тут, посмотрите, тоже, видите, аппликация, кусок аппликации. Тут еще и по диагонали чугунное изделие торчит. Ой, ну сколько здесь же шкваров. Вот зачем бы вот это вот... Тут такой еще шов идет, кстати. По диагонали тоже, видите, кто-то объеду рину пошла. Я так понимаю, что это... Я бы и там походила, пока не последняя. Видите, тут тоже вот так, вот, смотрите. Просто вот это такие парапетики, да? Тут у нас это основная стена, тип аппликация. Посмотрите, до самой вершины, то есть там уже 45 получается где-то. Все-все с эберациями. Посмотрите. Сейчас встану так, чтобы получше снять. Весь ряд непробитых окон, блин. Вот этот парапет, блин, стена парапет. Все по диагонали выходит. Ну, там они в баре, вон в баре, здесь. Ну, в общем-то, здорово. Можно там посидеть, посмотреть. Тут можно близко этот рисунок, наросты ее. Как видно, что там тоже, видите, корка образуется, видите? Вот эти вот рисунки, вот посмотрите, да? Вообще даже, посмотрите, вот здесь даже, вот посмотрите, здесь вообще никому даже ничего, не то, что не видно, но есть даже, я не говорю, что он вообще не нужен просто, но там есть, видите, прямоугольник, ну да, прямоугольничек такой, бог, с вогнутыми, с эберациями. Вот сверху вот эта вот кожа, чугуна, который стал зеленым. блин, все, уже солнце заходит. Тело получше вам показать, как там все с вибрациями, посмотрим, что мне не видно, еще хоть солнце и заходит, но мне не видно, как я снимаю. ой, блин, я не могу вообще. Страшно. Ну, я думаю, видно все эти вибрации до самого верха, все вогнутости и цветок этот нафига бы, вот, который вообще никто не видит уже. Ну, конечно, если только там, я не знаю, там, вот посмотрите, вот посмотрите, то есть там уже 50 метров получается, видите? Все, все отделано вибрационными, вглубь линиями. Ну, просто это, кто бы стал это делать? Опять же, где, где у нас рационализм, блин? Ну, ладно, придется отсюда сейчас уходить. Вот, в общем, офигеть, что можно сказать. Конечно, из этих крыш тут особо ничего не видно, но вот, например, посмотрите, этот мангустик, труба с трубой тут, то есть мелкая труба ряда с большими тут трубами. Там тоже вот мангустик торчит, прирост от крыши. Ну, тут я уж вообще не говорю, вот это про этот домик прирост. Вот, тут посмотрите, опять наши вот это вот, цемент. да, вообще супер, туда можно посмотреть стоить. Блин, подружиться бы с тем, кто везде бы пускал, да. Я бы такая, вообще такая, сама боюсь дико высот, но я бы, да, залезла бы, чтобы там снять. Я просто уже чувствую, что у меня с ней, как бы, как это, есть, как это, ну, грубо говоря, не конфиденцо, конфиденцо бы я по-русски, по-итальянски бы сказала, ну, в общем, дружба такая, вот. Тут тоже вот это, вот эти стекла, эти, они квадратики, они тоже с мелкими, все квадратиками там. И у каждого этого стекла перемычка, и перемычки вертикальные, горизонтальные, все чугунное. Прикиньте, да. Невероятно. Вот это, видите, просто так, и пошел другой дом, да, эти три уголка это. Я вам показываю там зашквары сбоку, как они соединяются с этой крышей, которая пониже. Вот вообще там тоже такое, вот смотрите, мне нравятся подоконники, да, а где надоконники. Вот здесь вот, типа, такие маленькие крышки такие, да, вот нафига бы, типа, чтобы дождь не заливал, или что? Причем, а здесь, причем, сверху нету, да, видите? А тут еще плоские, вот эти балконы. Причем то, что вот смотрите, это вообще окно наполовину, но там есть вот эта вот решеточка, да? Так, ну ладно, вернусь сейчас я, вернусь сейчас в музей и доделаю там вчерашнюю работу. Сниму этого, я взяла. Ужасно, просто страшно стоять, блин. Вот тоже, посмотрите, на этом парапете, который вот этот, две крыши, которые тут вырос, да, посмотрите, просто вот эта такая труба, вот посмотрите, прям на парапете, растет. И она, видите, как продолжает, начинается на, на этом, а потом продолжается там уже внизу, на другой крыше. Это вообще такая огромная дыба, просто. Вот эти вот, вот это окно, посмотрите, маленькое, да, тоже вот сейчас подоконником, блин. Посмотрите, это вот две трубы, конечно, но там вообще, видите, идет тоже, как вот там, я там снимала, с другой стороны, видите, идет поддяга, и там вот круглая дырка, окно, ну, то, что я уже снимала, где-то в другом месте. Просто боюсь ближе подходить. тоже это окно маленькое. То есть, получается, до самого низу все вот это вот есть с треугольником окно, потом дырка окно, ну, не дырка, а круглое окно, дырка, да, и вот сарка из такой. Так, сейчас я пересилю страх и подойду, блин, потому что так получается не... Вот, видите, вот. И все с вибрацией, посмотрите. Стороны, посмотрите, от окна. Все с вибрациями. Там, посмотрите, мне нравится. хочу вам трубу показать нашу, блин, ну, в смысле, суперинтеллектовскую. Ну, не могу, мне страшно стоять. Я понимаю, что все безопасно, но, блин, страшно. Ноги вообще сразу, знаете, такие тяжелые, блин. Смотрите, вот эти окна, да, которые ближе к нам, самые верхние. Там вообще вот в углу вот эта труба. вот хочу показать, как от нее тросток, смотрите. Абсолютно наша труба. Ой, не могу вообще, слушайте, ну, хоть отрез не боюсь, блин. Наши эти чаши эти стоят, скажут, энергия там, блин, какая-то спрятана, эфирная какая-то, да. Ну, сука, натираю. Ну, сегодня хороший день. Кстати, вот на солнышке очень даже тепло. Ну, все, ребятушки, я пошла. В смысле, это я сказала вот этим ребятушкам, моим трубкам. Тут, видите, на нем такая дверь этих, что-то там два выросли, два уже не штыря, не знаю что, Тут, посмотрите, как тоже опоясывает, с крыши выходит тоже чугунная типа скоба. И вот тоже лесенка эта чугунная, ты-ты-ты-ты-ты. вот здесь, значит, такой целый замок, можно сказать, из этих струб просто сложнейшего вообще исполнения, а там, значит, такая тоже опять семейка такая. Вот, на этой, на чугунной подставке лестницы вообще супер, невероятно. Еще у меня все уже тут, типа, видите, с этой тоже сиборацией, уже можно у него что-то там на этот штырь можно что-нибудь накручивать. Вот так можно объяснить вот эти вот шурупы и гайки, это все вот это суперинтеллектовское, мы уже это используем, потому что она нам то есть это что-же вот эта резьба, это тоже вибрационные линии. Станки она дала, на которых мы уже тут что-то более-менее такое свое простое делаем. Такое, что она, вот видите, вот эта труба, которую она там снимала, вот она, посмотрите, одна половина начинается на вот этой вот боковой, а другая потом идет, видите, на другую крышу вот это огромнейшие трубы тоже, видите, тоже вот суперинтеллектовские, видите, они это вот они просто снимают эту краску и показывают свою сущность. Сколько окон все и на и даже на этом завороте дома, да, и вот тут посмотрите тоже, где вот два дома как бы по цвету, видите, один такой бежевый, другой такой желтый, вот посмотрите, там это около окна, тоже все вибрационно, видите, вглубь, вот нафига бы, это просто такое вообще вообще, но человек не стал бы уже совсем вот так извращаться, зачем, да, ладно бы, там еще можно объяснить, там, в средневековье, там, папы там с ума сходили, там, всякие эти падры, там, вот, но как сказать, это бум, грубо говоря, бум технического строительства, зачем это все бы нужно, это все было бы компактно, экономично, блин, на всяком случае, как минимум, наверху, наверху-то, не надо это все, вообще, смотрите, интересно, вода капает, очень интересно, то есть, потому что здесь конденсат, из этих труб, все связано с этим, с нашей суперделичей, ну, ладно, я пока отдохну, потому что я могу, конечно, сейчас это, у меня уже, скажем так, концентрация немножко теряется, потому что я, когда очень вот так все навожу, я, конечно, могу что упустить, но я сюда приду еще раз, я посмотрю на все там соединения, как, откуда вылезает, вот как соединяются вот эти вот чугунные с ее вот этой вот, видите, грубо говоря, вот этот ободок, видите, этот ее тоже, да, вообще, просто невероятно, такой просто рай из стекла, из чугуна нашего, что она тут настроила, это просто, посмотрите, вот эти вот чугуны, вот эти две, сначала идут, вот этот ободок, да, видите, желобок, вот это вот, вот там они еще такие делают треугольники чугунные, и вот потом, видите, вот так вот они, две эти, к низу как расширяются, да, как все умно, и это вот все, стекла, тоже, видите, перемычки, все эти чугунные, блин, да, класс, класс, я с вам, Фидели, я, по-моему, была тоже, ну, я вообще, все, была у всех базиликов, еще видно, что это здание так немножко вывернуто, пространство тоже, чуть-чуть наклонено вот в ту сторону, как бы вперед, там еще сверху какая-то, типа, решетки крюками, червями такими, там видите, чей-то, либо это гостиница, такая, если за гостиницей там, наверху, кстати, какой балкон, да, что-то суит, или что-то там, ну, или это квартира, чья-то вот такая вот, представляете, сколько она стоит, ну, скорее всего, тут гостиница, в основном, вокруг нас, я просто смотрю, вот тут-то, на все штучки, дрючки, можно вблизи снячки, тоже с кожей какой-то, как будто, то есть идет вот такое, тонкое тело, сверху, как будто бы, да, видите, как будто зауженная рельса, да, видите, да, как будто зауженная рельса, вот такие сложнейшие перемычки, везде вообще, это интересно, вот там, вот, по-моему, она не торчит, то есть, она заходит туда, да, в тело это, там же вот эта арка у нас, из, из кирпичного материала, с этой плоской аркой, тоже горизонтальной, вот посмотрим сейчас, высовывается ли она там внутри, вот еще раз покажу вам это, а тут, видите, она не заходит, вот еще наши чабунные тоже, штуки торчат, как вот торчит все, у средневековых строений, так и здесь, тут тоже, посмотрите, как вот эта вот плитка, неравномерно образовалась, вот эта вот, причем она гладчайшая, гладчайшая, просто такой границ, супер, а тут, видите, она тоненькая еще, давайте посмотрим, тут, видите, дерево, нет, видите, вот сколько раз, я уже говорила, видите, она здесь нигде не высовывается, она, по идее, должна здесь высовываться, то есть, эта деревянная тут высовывается, а чугунная наша штука, которая там засовывалась, не высовывается, но вот эта та, что за арка, да, из, из какого-то супер, огромного блока, вот этого вот, это вообще, причем, сколько тут получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, типа этих, ну, грёвен, грубо говоря, которые вот так вот, арку делают, посмотрите тоже, да, просто вот, как лента мёбиуса изгибается, посмотрите, просто натурально, это не арка, это лента мёбиуса натурально, посмотрите, давайте с вами здесь, ну, вот здесь она видна, как будто бы просто арка, отсюда вот, как будто бы лента мёбиуса, блин, то есть, вот это вот тоже, чугунная балка огромная, которая входит в стену с той стороны, здесь нигде не выходит, понимаете? Еще какой-то, видите, это, скорее всего, уже жижевое тут. У нее, как соль, кристаллы такие. Посмотрите. Потрогай. Ничего нет. Как бы соль такая, но я ничего не ощутила. Оно это как жижа такая, наверное, стоит. Господи, где бы я так могла еще просто поднимать все, трогать, снимать, блин. В общем, я почему сюда пришла в первую очередь, потому что, во-первых, солнце, во-вторых, это, что я могу хоть тут нормально оторваться, походить с палкой. Вот тоже, это тоже, что это было бы, да? Поснимать, вот я вам покажу, что там. Там вниз лестница, внутри тоже, ну это как на дому. Внешние есть лестницы и внутренние. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да. И вот все покрыты белым тут налетом. Короче, ушли сюда. Здесь все снимала уже с пристрастием. Блин, ну сколько лестниц. Тут тоже лестницы эти соединяются. Все, можно бегать, ходить там и сям. Вот тоже такое там окно, да, видите, тоже по диагонали вот обязательно вот такой бы подоконник вот надо было бы, да, висеть. Вот. Это уже наш предел, или лифт. Который не лифт, который вот так вот вот так вот с внешней стороны, это наши уже пределы. Да, вот ходила, говорила, хотела бы снять наверху, да, вот этот рисунок этот ее до самой, до самого не хочу. Все, все там со звездами, все там украшено. Вот, пожалуйста. Сейчас хожу, снимаю. Даже не знаю уже, что еще снять с пристрастием. Ну, я уже чувствую, что если вернусь, потому что, ну, классно, слишком классно здесь смотреть все. даже просто вот это вот одности, которое вот состоит из мелких квадратиков, просто это вообще невероятно. Вот тоже все кучу. И нарост, и крыша, да, там. Тут же вот такой домик, да, еще и с дверцей. и, смотрите, все соединяется так все с этой крышей, да. Вообще. Блин, рабочие там, которые работают, блин, как они не боятся. Я даже боюсь ходить вот по этим штукам, мне кажется. Мне кажется, что у меня сейчас начнутся крампи от напряжения. Здесь сейчас же холодно все-таки. Вот. Ну, крампи, это мои судороги. Вот все, все перемычки, все срезы, все. То есть самые маленькие перемычки, эти на самом верху, они все вот вот с таким узором. Там, посмотрите, тоже вот три вот этих вот таких горизонтальных угольников, Вот нафига бы, да? Уже надоело это слово говорить нафига, потому что я знаю, что все у нее, все у нее как раз все со смыслом, но о, я уже пришла к выходу. Сейчас я вам еще около сниму, около лифта, а и лифт сам тоже сниму. Это вообще супер прикольная вещь, этот лифт. Там, посмотрите, такой уже на башне еще такой домик, да, видите? Мангустик вырос маленький. На колокольне там еще, видите, типа такая тоже терраска, да? Я про кирпич, он там типа церковь показывает. Это вот Сан-Фидели перед нами. Еще круглая дырка, там окно. Дырку там, посмотрите, дырка. в стене тоже. Значит, сбоку у Ласкалу это типа вот непонятной колокольни, террасы, двойной колокольный, вообще какая-то просто несуразная вещь, которую обзывают церковью старой. щи. Ну, этот мангустик вообще просто по диагонали реверчи, грозовой. тут тоже вот этот приросток. Я уже не увижу, блин, спущусь, я уже не увижу это. Ну, ладно, все, посмотрите, там тоже вот это вот типа как скамейка, так держалки там, под низом, гранитные. Вот это вот нафига, кстати, сзади еще, видите, этот типа треугольник, который к нам, смотрите, вот эта вот штука такая непонятная фигура, ну, которая держит вот эту аппликацию. И вот внутри там тоже все вибрационное вглубь. Вот нафига бы, да? Опять же, нафига бы. Ну, кого не устраивает мой стиль подачи, как я говорю, этот поток моих слов, уже давно меня не смотрят, короче. И уж я думаю, что до часа уже точно не это терпел. И здесь тоже, посмотрите, да? Просто сзади вибрационные линии, да, видите? И здесь тоже, посмотрите. И вот видите, как они, когда я вам говорю, что это не приделали, потому что, видите, со стеной, даже видите, как стена делает, чтобы вот дать место вот этим вибрационным линиям. Такой пупку, такую, видите, сбоку выпускает. Вот нафига бы, да? Опять же, опять же, вопрос вот нафига бы. Тут даже балкон, блин, вообще валяется. там не пробитое окно, а пусть они едут, но потом. Смотрит, она черепица. Они, думают, что я это, посмотрите, там как пробивает через парапет вот этот серый, решетка, посмотрите. Они думают, что я это охочусь за випами. Видите, как пробивает решетка? Тут тоже вот это торчит. Или наверху, на самом, с крюками. грязное окно, но хочу показать вам эту дырку. попроху тут вообще. Посмотрите. А вот не видно. Блин. Покажу вам непробитое окно. Чем-то, да, тоже все с рамой, с подоконником, видите, да? Вот это решетка, которая, видите, пробивает там эту аппликацию, эту серую, эту штуку. Ободок этот. Вот, а тут вот плохо видно. А, можно по лестнице идти. Видите, здесь еще такой тоже нарост. туалетик, домик, кстати, сложно, кстати, держится на чугунных сваях, которые вот по диагонали. Это вообще тут же окно еще. Окна, правда, грязные, блин. Видите, это такая квартирка вообще супер, да? Ну, то, что я называю туалетиком, но здесь так покруче, чем туалетик. Вот, и там еще, видите, и балкончик у него, и тут кухонка, тут получается, это окошко, которое не выходит на балкон, а на балкон выходит вот из этого вот прероска, да? И крыша наша вся такая зонтиком, это жабежками там. Ну, вообще, все-все в ее стиле. Такая квартирка, нибудь, стоит там 2 миллиона, знаете? Если не больше. Ну, здесь плохо, это плохое освещение. Можно идти, блин, можно идти ногами, но, знаете, я бы хотела вам в лифт снять. Хочу вам показать эту дырку, которую я до этого показала. Она вообще по диагонали, это уже мы сто раз это видели. А тут, посмотрите, он вообще, это просто, вот это трэш. Посмотрите, он из трубы. Вот этот вот домик этот, домик этот, этот грибочек этот, который чугунный. Посмотрите, он как труба и он выходит из трубы по диагонали, из стены, то есть, извините, из стены, из трубы и по диагонали. Посмотрите, невероятно. Невероятно. А тут тоже у этого мангуста, посмотрите, тоже дыра, да? Дырка, Вот как видно, вот эти сонные линии, да? А вы видите 4%? Итак, смотри, здесь есть скалеты. Ооо, что странно. Здесь есть скалеты, и здесь выкладываете. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Очень, конечно, я не могу. Это где-то. Нет, не знаю где... Что ты говоришь. Здесь есть еще даже есть. У меня такой вид на храме. Сulseк. Да, 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 да! Да! У нас есть еще эта имеа, что у нас здесь заняты, это проблема. Я могу снять здесь. Хорошо, хорошо. Но я могу ухать даже, наверное. Ну все, ребятушки, а, нет, давайте я вам, а сейчас там еще вниз, блин, хотела вам лист снять, ну тут еще, видите, люди, ладно, ребятушки, все, тогда я прекращаю, здесь тоже, видите, тоже из стены выходят эти шатунные балки, прямо из парапета этого. Просто еще два человека, блин, ну ладно, у меня уже часа 17, я видеолифт, а потом отдельно сделаю, все, пока-пока.